К другим темам. В Тверской области начали готовиться к весеннему половодью. В этом году зимой на территории Верхневолжья обильно выпал снег, поэтому мониторинг паводковых ситуаций начался заранее. За наиболее опасными участками будут наблюдать с помощью дистанционного оборудования. План неотложных мероприятий в случае повышения уровня воды утвержден на заседании регионального правительства. Подробности у нашего корреспондента. По данным гидромедцентра Тверской области в регионе непростая погодная ситуация. Толщина промерзания земли составляет от 5 до 20 сантиметров, когда должна быть, по словам специалистов, 50-60 сантиметров. В декабре и январе в большинстве районов области региона выпало 2 месячных нормы осадков. В феврале осадков прогнозируется около нормы или, может быть, чуть-чуть меньше нормы. Но температура близкая к норме пока найдет выше нормы. Если вот такой процесс сохранится, у нас, несмотря на то, что земля не промерзла, толщина льда небольшая, я думаю, что если еще, не дай бог, какой-нибудь чрезвычайный циклон придет к нам с большим количеством осадков, мы можем, конечно, немножко тут попрыгать, что называется. Однако точных прогнозов, каким будет половодие в этом году, специалисты пока не дают. Так как еще впереди февраль, и о том, каким будет уровень воды в реках, озерах и водохранилищах, можно говорить только в начале марта. В марте мы собираем международную рабочую группу, где будут собраны специалисты, и на основе их данных, имеющихся у разных ведомств, мы принимаем решение о установлении уровней на весенний период. Но этот процесс, он не цикличный, он постоянный. То есть мы и сейчас мониторим, мы сейчас сбрасываем воду, где-то знаем, что надо поднабрать, смотрим уровни снегозапасов, и в тесном взаимодействии с правительством Тверской области мы регулируем уровни водохранилища. На территории региона расположено более 800 рек, 1769 озер и 13 крупных водохранилищ. Особое внимание при прохождении весеннего половодия уделяют районам, которые наиболее сильно подвержены подтоплению. Это Осташков и Максатиха. Умеренный уровень в Андреаполе, Пена, Торопце, Белом, Западной Двине, Нелидове, Жарковском и Калининском районе. Мониторинг паводковой обстановки на территории Верхней Волжи проводится с помощью 22 гидрологических постов, на 9 из которых установлены комплексы контроля, позволяющие автоматически определять критический уровень воды и проводить экстренное оповещение населения. На сегодняшний день мы полностью готовы. Еще раз провели серку часов с федеральными структурами. Это Росводресурсы, это агентство про рыболовство, также сегодня представители федерального учреждения «Канал имени Москвы» доложили о готовности гидротехнической системы «Канал имени Москвы». Это Вазутское водохранилище тоже доложили о завершении процесса сертификации и подготовки. Считаем, что высокий уровень готовности. Сейчас в регионе уже проходят проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка. Кроме того, для обеспечения их безопасности и эксплуатации проводятся мероприятия по капитальному ремонту за счет федерального бюджета. Основное требование Росрыболовства и научных организаций подведомственных это обеспечение плавности попусков. Они не должны, с нашей точки зрения, превышать больше 5 сантиметров в сутки. В случае отсутствия такой технической возможности или в принципе реализации таких попусков должны приниматься все меры по сохранению водно-биологических ресурсов. Для работы в местах подтоплений в Тверской области сформирована группировка, в которую вошли более 7,5 тысяч человек и более 2600 единиц различной техники. Взаимодействие всех ответственных ведомств в регионе обеспечивает Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Тверской области.